Антон Жевжиков – начальник технической службы. Систему сигнализации знает, как говорится, на отлично. До высокой должности работал в группе задержания. В своей службе стремился именно к улучшению своих каких-то физических показателей для работы нравственной, умственной, то есть изучал нормативную правую базу, после чего на данный момент нахожусь на должности начальника технической службы. Тылы прикрывать есть кому? Есть супруга, есть двое детей, которые меня всегда поддерживают в моих начинаниях, наверное, в моей устремленности. То есть большое, наверное, спасибо за поддержку. Проверяйте, сработала скола 36, время 10.50, сработала тревожная кнопка. Охрана жилья и юридических объектов – вот главная задача ведомства. На месте происшествия экипаж должен быть максимум за три минуты. Физически подготовленные, смелые и отважные. Они прекрасно владеют оружием и боевым искусством. В 36-й школе сработала сигнализация. Сотрудники спешат на помощь, ведь там дети – самое дорогое в жизни. Основной вопрос – это незамедлительное реагирование по сигналам тревога для предотвращения и хищения имущества граждан. Ну, это в первую очередь ответственность сотрудников должно быть за имущество, за верие на те, которые находятся у них под охраной объекта и квартиры. Для сотрудников важно среагировать на сигнал бедствия в буквальном смысле в ту же минуту. Поэтому по городу регулярно курсируют патрули ведомства. На место преступления зачастую первыми приезжают именно они. Работа напряженная и требует выносливости и стрессоустойчивости. Сегодня в торжественной обстановке наградили наиболее отличившихся в службе сотрудников. Причем не только личный состав отдела, но и вольно-наемных специалистов. Ведь вневедомственная охрана – это командная работа, которая не терпит ошибок. Мария Константинова, Олег Левченко, Дмитрий Новопашин. Местное время.